Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, что же никогда, ни при каких обстоятельствах я вам крайне не рекомендую говорить вашей спутнице, супруге, партнёрше, жене. Действительно, эти вопросы, которые, во-первых, у вас после этого разговора может быть очень много сомнений, во-вторых, вы можете обидеть свою спутницу, да, и действительно отношения будут значительно хуже, и, возможно, вообще всё дойдёт до расставания. Поэтому давайте сегодня разберём. Эти вопросы часто вы задаёте непроизвольно, да, то есть, ну а что такого, спроси, что ты такая толстая, что у тебя такая жопа толстая, или живот такой толстый, какая-то ты вообще, целлюлит у тебя, давай-ка ты, начни-ка ты худеть уже, вот тут вот это вот всё. Да, сегодня мы с вами поговорим на эту тему. Друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь вашим мнением в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, давайте разбираться. Я уже вам дала такую первую маячок-подсказку, что действительно часто мужчины начинают давить на женщину, что ты там толстый, у тебя целлюлит. Смотрите, многие психологи бьют себя в грудь и говорят, такое никогда нельзя говорить женщине. Но, с другой стороны, многих женщин это стимулирует начать всё-таки обратить на себя внимание, пойти там в фитнес-зал, да, или там заняться каким-то спортом дома, там сесть на диету, купить какие-то щётки, скрабы начать, намыливать ягодицы, тереть этими щётками, да, которые сейчас рекламируют и так далее. Но, друзья мои, вот в такой форме, как я вам сказала, что ты там жирная, там и корова, и как угодно, да, никогда нельзя говорить, тем более, что там ойте надо худеть. Это можно сказать уж, если вы так думаете, да, но это должно быть как-то очень аккуратно, очень тактично, чтобы её не обидеть, потому что действительно, ну вот поверьте, если бы вам так сказали, вам бы понравилось, что ты там жирный, посмотри, у тебя какие бока висят и ляхи, и вообще ты непривлекательный, и меня ты вообще больше не привлекаешь, потому что ты жиробас. Ведь это вас обидит. А многие мужчины позволяют такие вещи говорить своим женщинам и жёнам. Второй момент. Никогда не говорите женщине и не спрашивайте, сколько у неё было до вас партнёров. Эта тема должна быть под запретом. Вот сколько бы вы лет не прожили, хоть 30, хоть 3, хоть только встретились, на эту тему должно быть наложено табу. Да, была какая-то жизнь, она была у тебя, у меня, она была у всех нас, но это не значит, что сегодня и в настоящем времени мы с тобой должны, дорогая моя, её обсуждать. Почему? Потому что и у мужчин, по-моему, прощения, и у женщин всегда возникает какой вопрос? Да, было много женщин, значит, он бабоник. Это что такое, что, с одной стороны, да, он такой интересный мужчина, с другой стороны, он бабоник. Он только шлялся. А если было мало женщин, то тоже странно, да, почему у него было мало женщин? А может, он ничего не может? А может, он дерётся? А может быть, он изменяет? Следующий, да, вопрос. Соответственно, у женщин, может, было несколько мужчин, и сначала мужчина думает, ой, какая она у меня опытная. Всё-то она знает, и про мужскую психологию, и опыт жизни с мужчиной совместно у неё был. Наверное, всё, она в интимной жизни разбирается. Чем больше мужчин, тем больше опыта. А потом начинается, да, ты падшая женщина, да, у тебя столько мужиков было, да, они все, наверное, были лучше, поэтому ты не обращаешь на меня внимания. Понятно, да, о чём речь? То есть эти моменты такие очень ключевые. Следующий момент. Когда вам в интимной жизни что-то не понравилось. Допустим, женщина малоэмоциональна. Есть такое, как бы, описание, да, лежит как бревно. Вот она лежит и не двигается. И многих это реально бесит. Ну, вот реально, да. Ну, это может мужчина так лежать, может женщина. Соответственно, если вы это когда-то скажете женщине, вот не рекомендую, она вам это будет вспоминать, вплоть до вашей старости и ухудшения в другой мир, да, ушедшей души. Соответственно, вот про это никогда не надо говорить. Да, вам что-то понравилось. У вас есть какая-то претензия к женщине. Что вам нужно сделать с ней? Поговорить на эту тему. Дорогая, мне бы хотелось, чтобы ты была немножко эмоциональней. Потому что я смотрю на твои эмоции. Я не понимаю, вот тебе вот нравится вот это всё или не очень. Может быть, я дурачок, что-то не так делаю. Ты мне вот подскажи, пожалуйста, вот направь меня вправо, лево, вверх, вниз, чтобы я, дорогая, понял, что ты в седьмом небе от счастья. То есть очень аккуратно. Не так, что ты бревно, у тебя влагалище, как тазик, как ведро, и что вообще ты мне не подходишь, как женщина, ты плохо занимаешься. Понимаете, вот такие вещи, они могут очень сильно травмировать женщину. Причём они, вы, может быть, это сказали в порыве гнева, в порыве злости, но они настолько травмировали вашу женщину, что больше у неё желания вообще заниматься сексом ни с вами, ни с каким другим мужчиной нет. И потом мы начинаем. А почему же женщина ничего не чувствует? А почему же женщина ничего не испытывает? Да у неё стоит блокировка, что она бревно, бесчувственное, с тазиком. Вот вам, друзья мои, ответы на вопрос. А потом мы начинаем ходить к сексологу, к психотерапевту, ещё кому-нибудь, да, курсы разные посещать и вычнять. А в чём же проблема? Что же такое случилось? Вроде всё так хорошо начиналось, а всё так плохо закончилось, да? Я вам описала пример. Поэтому, друзья мои, мне очень интересно знать ваше мнение по этому поводу. Я вас всех прошу его написать в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, и мы с вами очень скоро встретимся в следующих видео. Также, если вы ещё не подписаны на Телеграм мой, на Инстаграм, я вас всех приглашаю подписываться, я вам оставляю ссылочку, где есть мои все соцсети, как меня можно найти и подписаться. Поэтому я вас всех жду. Всем огромное спасибо за внимание, всем огромной любви и до новых встреч. Пока-пока. Всех целую, обнимаю.